В загоне восемь молодых зубров. Из них всего два самца. Около забора стоят уже давнишние жители мордовских лесов. Так животные знакомятся, присматриваются и привыкают друг к другу. После того, как зубров привезли из центрального зубрового питомника Преокско-террасного заповедника, их поместили в загон на месячный карантин, чтобы животные могли адаптироваться к местным условиям и еде. В этот период за ними наблюдали ветеринары и сотрудники заповедника. Теперь зубров выпустили в естественную среду на территории Мордовского государственного природного заповедника. Сейчас, пока зимний период и новые животные прибыли, их подкармливают зерном, тыквой, морковкой. В общем, такой вкусной пищей, чтобы у животных не пропала память с этого места, куда они были выпущены. Потому что они будут всегда возвращаться. Наша задача – не только выпустить их в природу, а сохранить их. После выпуска в общее стадо за молодыми зубрами наблюдают отдел охраны заповедника. Сейчас на этой территории 34 особи. Мероприятия в рамках национального проекта «Экология» и программы по сохранению зубров в Мордовском заповеднике стартовали с ноября 2019 года. В декабре 2020 года сюда прибыли еще четыре зубрицы из Муромского заказника. За последние несколько месяцев это уже второй выпуск зубров. В природе они ходят небольшими стадами, по 10, по 15 голов, максимум 20. В главе стада самка взрослая. Самцы, объясните, которые до трех лет ходят со стадом, потом уже, когда становятся более взрослыми, приходят в стадо только тогда, когда приходит, ну, наступает время, когда нужно размножаться. Мордовский заповедник ведет активную научную работу. Специалисты изучают редких животных, наблюдают за флорой и фауной охранной территории. За последний год выявили 11 новых видов растений, около сотни видов насекомых. Зарегистрирован и один новый вид птиц. Также Мордовский заповедник занимается экологическим просвещением. ФГБУ заповедника Мордови – это не только Мордовский заповедник, а национальный парк Смольный, который достаточно далеко от нас находится. Но мы все равно рассказываем про обе территории и что можно эти территории посещать, потому что у многих складывается впечатление, что особо охраняемые природные территории – это какие-то территории закрытые, где вообще нигде не погулять, не посмотреть. На самом деле вся инфраструктура очень сильно развита. Есть экологические тропы, музеи. На территории Мордовского заповедника большое разнообразие разных видов – рыб, птиц и млекопитающих. В охранных лесах можно встретить орла на белохвоста, удода, рысь, медведя, куницу, косулю, волка и енотовидную собаку. Всего специалисты насчитывают в Мордовском заповеднике 66 видов животных. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.